Панамский канал Три месяца лодка Весь летний период отстояла здесь За лодкой следили Состояние хорошее В ближайшие часы нам предстоит Подъем лодки Так как у нас есть проблема с люфтом рулей Уже установили автопилот И купили Старлинк Пытаемся его установить В общем дел много Времени мало Начали затариваться продуктами Но так как переход планируется не менее 30 дней Продуктов надо очень много Всяких дельных вещей Занимаемся этой ситуацией Взяли машину в прокат Но самое главное сейчас это у нас подъем Чем мы сегодня и будем заниматься Дождались самой высокой воды Нашего дня В очереди Вот пеликан полетел Идем на подъем Медленно но уверенно пробираемся Вода высокая Плюс 4 метра Но все равно Неизведанное место Лучше быть аккуратней Привязали кранцы по борту Подготовили 6 веревок Два ассистента на борту Двигаемся Подошли к причалу Вот такой причал Вот это чудо-телега Которая должна нас вытащить Водолаз в воде Похоже вяжет веревки С этой стороны Ветер под 45 градусов В левый борт Сейчас мне кажется Это самое идеальное условие А не попутный Иначе бы нас туда тянуло Не знаю как бы они удерживали А так Держит на руках Вроде все контролируют Нос уже подхватили опорами Выдернули с воды Вон так он висит Кормающего в воде Отвязывают кормовые веревки Естественно как всегда Подъем и спуск Вдалеке идет туча Усиление ветра Но вот уже гром Должны успеть До всего этого Светопредставления Натягивает тучу Все ближе-ближе Водолаз уже остался В воде Процесс пошел Да, это мы еще стояли Закрыты от ветра Потому что с подветренной стороны На ветренной стороне Даже ветер Сильный Водолаз уже Как все эти подъемы Спуски Стремно Собенно на таких конструкциях Качающихся Ну все Лодка на берегу Сейчас все фиксируют Чтобы освободить Телеги Доступ до пера Вот тут уже люди меняли Видите Яма такая Которую завтра надо расчистить Вот такой люфт Который на воде Нас очень сильно смущал Поэтому завтра Надо перо будет Спустить вниз Вытащить Ставить новые Пластиковые штуки сюда Якобы подшипники Но они уже не подшипники А просто Ставки Поденять все И обратно На воду Такой вот кошак сидит На капоте машины Ситуация следующая Так как лодку мы подняли Она стоит в тех зоне В тех зоне Ночевать на лодке Не разрешили Пришлось снять отель Сняли какие то апартаменты Приехали Там ни ключа Ничего нам не дали В общем заселиться не получилось Пришлось искать Другой отель Что поближе В общем мы заселились в отель Здравствуйте Такой вот отельчик у нас Такими коридорами Пробираемся к себе В номер Такой вот четкий номер На телеку не включали Кажет не кажет Темнота Подсолнухи Вот так вот С такими картинками Сняли рули Вот вал Выработок нет никаких Проблема оказалась Гораздо хуже чем думали Потому что сам стакан Который держит Он болтается Вращается Двигается Этого быть не должно То есть Разбило по корпусу Вставку Вот этого быть не должно Значит ремонт будет Дольше чем планировано И опять погода Меняется Моментально Вот вам Панамский Ливень С ветром Все всем подобающе Хорошо что Сейчас нет подъема Одно что Надо клеить рули Конечно все это Будет нам сильно Мешать Пока на улице Дождь И работы не делаются Поехали в магазин Длижайший магазин 14 километров От Марины Он конечно Более рыболовный Нежели яхтенный Но что то Здесь можно купить Например колесо Купили швартовые веревки Все новые Так как Основные сильно Перетерлись Взяли крепление Палубное И купили новую удочку Вторую Теперь будем ловить Больше рыбы А может просто чаще Вот так выглядит Этот магазин Одно что Проблема всегда С платежной системой После рыболовного Приехали В хозяйственный магазин Есть у них Такие торговые Павильоны С хорошими брендами И вообще Выглядит все цивильно Старбакс Отдельное здание Шикарное В общем Панама Страна контрастов Магазин Напоминает Наш Условно Наш Перуа Мерлен Походив Чуть-чуть По магазинам Которые Отчасти Увенчались Успехом Проезжая Мимо По трассе Которая Идет Вистамат Установились В кафешке На обед Вот ребята Уже Что-то Заказали Только что Сходил В иммиграционный Офис Который Находится Недалеко От Марины Узнал Их Возможность Оформления Лодок Ухода За пределы Панамы Она такая Есть То есть Не обязательно Ехать В Панаму Можно Поставить Все печати На судовые Документы И в паспорта Сейчас Возвращаюсь В яхт-клуб Дорога Идет Через пляж Тут какая-то Деревня Рыбаков Рули С утра Заклеили Погода Наладилась Вопреки Прогнозу Где было Много Дождей Довольно Тепло Надеемся Что сейчас Заклейка Быстро Затвердеет Полимеризуется И мы Спустимся На воду На высокой Воде Сегодня В районе Пяти вечера Сейчас Низкая вода Середина Дня Ждем Вечера Когда вода Поднимется И мы Сможем Спуститься Вот смотрите Какой перепад Уровня воды Сейчас Причал Высор Идти по нему Удобно Вот здесь Вот Мы стояли При подъеме Сегодня вода Должна быть Плюс четыре метра На пляже Тоже все Оголилось Сразу видны Все камни Ремонт рулей Закончен Лодку Начинает Готовить Спуску Дождались Высокой воды Вот так Выглядит Заклейный руль Стоит Жестко Посмотрим Насколько Всего Этого Хватит Начали Движение В сторону Воды Уровень Такой Что Первые Покрышки Уже Скрылись Полностью Под водой То есть Как раз То что Для нас Надо Так Все Мы Поднимаемся На лодку В таком Положении Дальше Спуск Будем Осуществлять Уже С лодки Вот Нам Ставят Лесенцу Сразу После спуска Решили Зайти На заправку Раз уж Погода Благоприятная Полный Стиль Чтоб Лишний раз Не Свартовываться Вот Лодка На воде Рули Починили Время Покажет Насколько Хороший Ремонт Также Поставили Автопилот Установили Старлинк Переходу Практически Готовы Осталось Закупить Продукты Скоропортящиеся И купить Газовый Баллон Здесь С этим Оказалась Большая Проблема Но Вроде Есть Решение Будем Пробовать Его Впереди 4 тысячи Миль До Маркиз Более Оперативную Информацию Смотрите В телеграм Канале Если Старлинк Будет Работать Будем Информировать О всем Интересном Что происходит У нас На борту И Океане Всем На связи Привет До Новых Встреч Субтитры Продолжение следует...